Рекламно-информационная программа Группный план Начало второго в нашем городе. Добрый день, у микрофона Владимир Сметанин. Как обычно, в это время, по вторникам, я приветствую Владимира Маматова, пресс-секретаря компании «Вятич». Владимир, приветствую, добрый день. Володь, приветствую тебя также. Нас сегодня разделяет определенное расстояние. Технологии современные нам позволяют общаться вне зависимости от того, где мы находимся в данное место. В данное время, да, в конкретное время. Ты сразу мне напомнил, как в Средней Азии называли паровоз «Шайтан-машин». «Шайтан-торба» или как там. Да-да-да. Что-то в этом роде. Но я напоминаю, что наши встречи проходят именно по вторникам. Предыдущий раз это было в пятницу, это было исключением. И все программы, все передачи вы можете их пересмотреть и переслушать на нашем сайте kirova.ru, а также на нашей странице в YouTube. В прошлый раз, помнится мне, уже за пределами эфира, по завершении передачи, мы начали говорить о ценах, о ценообразовании, история, которая касается каждого из нас. То, что все мы ходим в продуктовые магазины для того, чтобы закупиться для семьи. И печалимся. И печалимся. И печалимся каждый день. Ты знаешь, я... Потому что ценник на продовольственные продукты, можно посмотреть как бы официальную статистику по инфляции, можно посмотреть неофициальную. Насколько я помню, сахар у нас вырос на 57% в этом году. Разница ощутимая, сколько он стоил весной этого года и сколько он стоит сейчас. Это совершенно прекрасно. И, по-моему, антимонопольная служба вместе с Роспотреб чего-то там позором-надзором, они с марта ищут подозреваемых в картельном сговоре вокруг торговли сахаром. Это вот, знаешь, они уже ищут с марта и никак не могут найти. Страшное дело. Ищут пожарные, ищут милиции. А ценники продолжают радовать. Ну, ладно. Ты знаешь, я тут выходные пересмотрел на Ютьюбе как раз знаменитое выступление, знаменитый номер Савелия Краморова. Помнишь, когда он свой бюджет семейный измеряет в пол-литровках? Помнишь? Логично. Да, помнишь, да? Начинает он там с того, что я получаю в месяц 140, супруга у меня, допустим, 100 получает, вместе 240 рублей. Это как-никак 80 пол-литровок в месяц. Ну, и дальше он начинает развивать, да, там, на то отстегни, на продукты, на театр. Там, особенно мне про театр нравится. Мы сходили в театр, и, несмотря на то, что места были на балконе, мы за это пол-литра отдали. Ну, и так далее. Алло. Да, слушаю, слушаю. Нет, я слушаю твои воспоминания о Краморове. Любопытное воспоминание. И думаю, когда же ты спросишь меня про ценнообразование пива? Так вот, собственно, я таким образом и подвожу, да. И поэтому очень, очень как бы прямолинейно подвел. Если так напрямую, да, спрашивать. Измерять в чем-то, что понятно, общедоступно всем людям. Ну, в отношении стоимости пива, разумеется, безалкогольного. Безалкогольного, да. Конечно. Можно совершенно точно сказать, что вот эта компания по поводу внедрения маркировки на пиво, да, и то, что предлагает сейчас Союз пивоваров по поводу минимальной розничной цены на пиво, это очень такие интересные темы. Вот сейчас, говоря об МРЦ, то есть минимальной розничной цены на пиво на полке, да, мы всегда, во-первых, должны понимать, что стоимость пива безалкогольного, разумеется, на полке, это минимум плюс 40% от цены производителя. Потому что в очень известной сети она 40, с которой владельцем я не так давно говорил. В других она достигает и 50, и 60, по-разному все. В некоторых кировских она держится там на уровне 35, да. Но в целом можно брать 40% за стабильную прибыль, то есть не прибыль, строго говоря, а наценку. То есть, подожди, она не регламентирована, что ли, эта торговая наценка? А как она может быть регламентирована, извини меня? Каким образом? Нет, просто в сложные времена, а мы из этих сложных времен не вылезаем, нас правительство уверяет в том, что на социально значимые товары торговая наценка не должна там превышать 15%, предположим. Ну, честно говоря, не могу тебе сказать по поводу, во-первых, того, что внесено в социально значимые товары. Вот цена на сахар у нас, может быть, действительно... Ну, это точно социально значимые товары. Да, наценка торговой сети может быть не выше 15%. Ну, взаимоотношения торговой сети и поставщиков – это отдельная песня. Сейчас мы говорим о минимальной розничной цене на пиво. И вот совершенно прекрасная идея, она мне очень нравится. Есть такое понятие, как индекс гамбургера. То есть, когда у тебя определяется уровень жизни в стране, вообще ситуация с деньгами, по стоимости гамбургера в той или иной стране, вот сколько он стоит в Штатах, сколько он стоит в России, можно очень много понять вообще... То есть, сколько этого продукта, единиц, штук, да, можно приобрести на средний доход. Да, да, конечно. То есть, соотношение. Так вот, в отношении пива, безалкогольного, разумеется, идеальный, прекрасный, совершенно вариант – это индекс буханки хлеба. То есть, всё чрезвычайно просто. Вот ты берёшь стоимость буханки ржаного, родного, очень полезного, всем рекомендую, ржаные сухари – великолепный источник клетчатки. Берёшь эту буханку ржаного хлеба и умножаешь стоимость на 2,5. Ну, давай я сейчас быстро помножу буханка хлеба порядка 30. Нет, 22. 22 я могу взять. 22? Я как-то уже привык к тому, что она порядка 30 рублей уже стоит. Не бедный ты человек, не бедный. И магазин у тебя приличный. Если умножить на 2,5, это получается уже 75 рублей. Конечно. Вот 22 умножить на 2,5, сколько у тебя выйдет? Ну, в районе 50 рублей. Совершенно правильно. Вот эта стоимость, эта стоимость, нормальная стоимость пол-литровой бутылки безалкогольного, разумеется, пива на полке. То есть, с учётом 40% наценки сети, с учётом всего этого. Объясню, почему. Значит, все время удивляются, а вот как происходит? Допустим, ценники на молоко, на хлеб, на тот же сахар, на всё практически за последние несколько лет, там года 4 минимум, они выросли и очень сильно выросли. А цена на так называемое экспресс-пиво привозное, вот это безалкогольное, которое акционное, которое продаётся в каждой буквально, не знаю, забегаловке, оно не поменялось за эти 4 года. То есть, представляешь, зерно подорожало в 20-30%, подорожало солото, соответственно, подорожало электроэнергию. То есть, все ингредиенты, ресурсы, благодаря которым это всё готово. А стоимость того, что разливается, странно, она дерзится на том же уровне. Загадка, правда? Вот как поиск неустановленных лиц, которые у нас совершили картельный сговор по сахару, вот такая же задача, да, интересная, всё никак не могут найти. Ну, опять же, хочется сказать, мэйджик, магия, то, к чему мы часто приходим в наших беседах. Это волшебство абсолютное. То есть, стоимость экспресс-пива дешёвки, вот этой суррогата, которым забиты все магазины, она не изменилась. И это можно проверить, это можно посмотреть статистику, посмотреть отчёты. Она остаётся на том же уровне. Из чего же и как же его делают? Вопрос. Нормальное, качественное, хорошее пиво всегда, во всех обстоятельствах, ты берёшь в этом же магазине и смотришь стоимость ржаного хлеба, обычной буханки, умножаешь на 2,5, и теперь ты знаешь, что ниже этой цены у тебя должны появиться вопросы к тому, из чего это сделано. Всё. Вот это железный способ. Нюанс какой. Допустим, ржаной, ржаное зерно, не ржаное, естественно, солод, а ржаное зерно, оно стоит, дай бог памяти, 8, по-моему, 9 тысяч рублей за тонну. А ячмень, ячменное зерно, из которого делается пиво, безалкогольное зерно, 40. Плюс стоимость хмеля, стоимость дрожжей, стоимость электроэнергии, стоимость работы. И тогда 40 дней, тех 40 дней, когда выбраживается нормальное, разливается пиво, безалкогольное, разумеется, вот это всё даёт тебе основание для того, чтобы стоимость буханки ржаного умножить на 2,5 и понять, что так должно стоить настоящее качество. Слушай, ну, не могу не спросить, а откуда эта величина-то взялась, именно 2,5? Так, мы, ага, перенабираем мы сейчас. Я напоминаю, что мы с Владимиром Маматовым, пресс-секретарём компании «Ветич» общаемся сегодня дистанционно, определённое расстояние между нами, но сейчас должно быть всё в порядке. Владимир, да, всё нормально, да. Не могу не спросить, повторюсь, да, а вот эта вот величина, 2,5, она откуда взялась? Это что за научно-исследовательский институт? Её утвердил? Или это в среде пивоваров существует именно такой показатель? Нет, это всё, это совершенно элементарно, это мы сами считали, стоимость сырья, стоимость работы, то есть... А, сами, на заводе «Ветич». Нет, нет, это мы крутили эту схему несколько раз, то есть мы сравнивали с данными, которые нам коллеги подбросили из хлебопекарной промышленности, ну, у них свой завод. Вот, они подбросили нам стоимость, как она формируется у них. То есть, и вот пропорционально, вот стоимость сырья, вот стоимость работ, то есть у нас получается единица продукции в 2,5 раза дороже. Вот что ни делай, как ни накручивать. Всё, теперь понял. То есть это штука, которая появилась в результате опыта, да, то есть опытным путём её достигли, добились. Подавляющее большинство интересных штук, включая гаджеты, благодаря которым мы общаемся, это получено опытным путём. Нет, я просто к тому, что люди же начнут задаваться вопросом, откуда это вдруг, почему на 2,5 надо умножать, а не на 2, не на 3, не на 5. Теперь это всё ясно. Нет, смотри, мы можем при большом желании особо дотошных людей загрузить с эфирио по хлебопекарной промышленности, загрузить с эфирио по пивоваренной отрасли. Ну, они поймут, что да, там на самом деле не 2,5, а 2,38,6, вот так вот. Ну, мы округлили, да, 2,5. Ну, не ошибёшься, потому что у тебя стоимость буханки ржаного на полке, она тоже будет варьироваться, да? Но 30 рублей, Володь, ты дорого, это ты берёшь, дороговато. Ну, это всё хорошо, конечно, да. Слушай, какие зарплаты у журналистов на Эхо Маск, мне хочется понять? Ну, я тут, наверное, да, поднял план, поднял план, чтобы позавидовали. Нет, на самом деле завидовать нечему, конечно. Ну, это всё понятно, да, для человека разумного, думающего, неплохо бы, конечно, это перемножить, посчитать, а сколько должна действительно стоить бутылка безалкогольного. Но ведь ты прекрасно понимаешь, что люди приходят в магазины, и они пришли туда не за тем, чтобы подсчитывать, умножать стоимость хлеба на 2,5. Они пришли для того, чтобы быстрее взять, о, там, увидеть, вот это подходит, вот что дешевле. Всё, побежали. То есть, реально это вот это значение всё-таки имеет или не имеет? Знаешь, это имеет реальное значение по одной простой причине. Я как мантру вот постоянно буду повторять одно и то же. Ребята, леди и джентльмены, хлопцы, девчины, читайте этикетки. Просто возьмите в ручки, поверните бутылочку и посмотрите, что там написано. Состав, срок годности, из чего сделано, какие добавки. Я согласен, что это отвратительное, гнусное занятие, которое, во-первых, требует борьбы с ленью банальной. Во-вторых, требует иметь идеальное зрение, а ещё лучше увеличивать. То есть, я, ну, честно говоря, я отношусь достаточно с занудным персонажем. То есть, я просто-напросто фотографирую на фотоаппарат, потом увеличиваю в фотоаппарате размер и читаю этикетку. А, то есть, ты с увеличительным стеклом-то не ходишь, не рассматриваешь. Для полноты образа Шерлока Холмса мне не хватает ещё трубки, но я боюсь, что в метро меня не поймут. Если я буду ходить с трубкой, с увеличительным стеклом, можно с тростью. Собаки баски рвили, не хватает. Так вот, ты берёшь, смотришь этикетку, да, и ты понимаешь о продукте очень много на самом деле. Несмотря на то, что ребята лукавят, они скрывают за обозначениями консерванты, они указывают не всегда точные сведения, но в большинстве случаев ты можешь понять, что и что. Но бич нашего времени – это, конечно, потребительство. То есть, мы настроены на то, чтобы потреблять быстро, потреблять прямо здесь, немедленно. Фастфуд – это вообще наша идеология нынешняя. То есть, и поэтому, когда в магазине ты берёшь что-то, ты обычно ничего не читаешь, ты реагируешь на рекламу, реагируешь на запоминающуюся этикетку – окей. Ну, это вопрос, на самом деле, это глобально говоря, это вопрос ответственности человека. Если он отвечает за своё здоровье, за своё самочувствие, за вкус, который он имеет, да, тогда он найдёт в себе силу эту этикеточку почитать. Нет, ну, что делать, если он надеется, что государство, правительство, торговцы, вообще какие-то посторонние люди будут ему помогать в том, чтобы обеспечить себя, он глубоко забуждается. Он им не интересен, потому что современный человек – это статистическая погрешность, если внимательно посмотреть. Слушай, а как ты думаешь, можно узнать твой прогноз? Собственно, жизнь там наша дешевле не становится, эти же упомянутые ресурсы, ингредиенты, составляющие продуктов, они дорожают и дальше. Слушай, а будет ли дальше стоимость этого экспресс-напитка оставаться на низком уровне? И есть ли ещё за счёт чего вот этим не совсем добросовестным друзьям, в кавычках, удешевлять это всё дело? Конечно, конечно. Это же прекрасная... С ещё большим вредом для здоровья, по моему мнению, вот я бы ещё добавил. Это, во-первых, самое главное, Володь, я вот очень люблю играть в шахматы, и поэтому это прекрасный пример многоходовочки. То есть, когда ребята, скупив российские заводы по производству пива, разумеется, безалкогольного, наладив производство по лицензии своих суррогатных вещей, они заполонили рынок. То есть, я думаю, что сейчас процентов примерно 70 российского рынка составляют именно экспресс-пиво, то есть, сироп, который разведён водопроводной водой. И газируется, разливается, и мы пьём, так называемое, в очень больших кавычках, вот это вот всё. Так вот, российский рынок занят на 70%, этим, как бы помягче выразиться, ну, 40%. Ну, мы поняли. Да, и занят с какой целью, возникает вопрос, ведь заботиться о благосостоянии российского народа со стороны какой-нибудь, не знаю, скандинавской компании, или американской, тем более. Ну, это, в общем, достаточно чересчур наивно будет. Фантастика, да. Совсем чересчур, это уж перегиб какой-то, какая-то галлюцинация, по-моему. Вот, то есть, об этом нет. Зачем они это делают? Они делают очень просто. Они методично и спокойно выдавливают остатки российского пивоварения. Медленно, год за годом, по процентику, два-три. Заводы закрываются. Их огромное количество закрыто. То есть, закрываются они двумя способами. Их или же перекупают транснационалы, а потом закрывают, как было в Перми, там, в Томске, ещё где-то, ещё где-то, да. То есть, примеров можно, надо, вот, открой интернет, какие заводы у тебя пойдёт. Я интересовался, да, довольно внушительный список там. Внушительный. Просто закрыто, да, исчезли эти марки, исчезли эти производители. Они просто выкуплены и закрыты. Опа. То есть, вот, обратите внимание на интересную выкупу. Какой смысл выкупать производство, чтобы потом его закрыть? Смысл очень простой. Ты убираешь производителя. Убиваешь конкурента, да. Да, убиваешь. Совершенно правильно. И открываешь дорогу своим. То есть, ты забиваешь полки наших магазинов вот этой ерундой своей, да. Через какое-то время, может, пройдёт 5 или 10 лет. И отечественное пивоварение будет убито окончательно. То есть, там будет на уровне статистической погрешности в 1,5-2%. Окей? И в этот момент никто, никаким образом, не сможет помешать тебе поднять цены. Просто, ну, ты просто не сможешь ничего противопоставить. Ну, эти крафтовые пивоварни, они занимают, в общем, объём рынка проценты, доли процентов, да. То есть, и они быстро не поднимутся. Плюс... Прошу прощения. Так, так, будь здоров. Да, спасибо. Это замечательная российская идея по поводу акциза. Это же великолепная вещь. То есть, я не раз не этого говорил. Мы платим с литра вятческой продукции, мы платим 22 рубля. Но, включая НДС, который на этом насчитывается, там вылетает 26 рублей. Мы платим 26 рублей акциза с каждого литра. А производители крепкого алкоголя, будем говорить о нашей... Все это иначе. С Крамарова, да, с его вводочек в бюджет. С сравнениями, ну. Вот. С водки ты платишь в 4 раза меньше акций. Да ладно. Это каким таким макаром у нас такое арифметика получается? Я имею в виду из расчета на градус продукта. Понимаешь? То есть, грубо говоря, вот у тебя там 5 градусов, ты платишь эти 26. Или же у тебя 40. Ты платишь, соответственно, в 4 раза меньше, это 10. Да. То есть, с миллилитров. То есть, у тебя около 50 рублей акциза выходит с водки. И 26 нашего. В Европе, в Америке, практически везде, да. Вот меня поправили прямо сейчас. На самом деле, с водки в 2 раза меньше, да. Но они суть не в этом. То есть, не 50, а столько же, сколько мы фактически. Так вот. И в Европе, в Америке, в Штатах, где хочешь вообще, во всем мире. Другой практики нет. Акциз берется с 1 градуса алкоголя. Кроме матушки России. Мы особенные здесь в этом отношении. Конечно. Russian leaves matter. Да, я бы так перефразировал. То есть, на современном. И вот, когда ты смотришь на стоимость на полке, ты прекрасно, математически, точно понимаешь, что здесь есть 40% наценки торговой сети и 26 рублей с каждого литра акциза. И вот, сколько же на самом деле производителю обходится, плюс себестойка, за сколько же она продает, учитывая логистику, да. То есть, по какой цене на самом деле выходит это все. И вот теперь ты замечательный, прекрасный вопрос по маркировке. Вот когда Союз Пивоваров наконец даст отмашку на то, что это тело можно обсуждать по-настоящему, потому что они до сих пор обсуждают там текст открытого письма правительству и так далее, и так далее, и так далее. Хотя это, в моем понимании, до конца ноября надо сделать все это. Но суть не в этом. Пока они говорят, мы не будем обсуждать это в общественном пространстве широко. Подождем. Но, но, сама тема маркировки, которую продавливает правительство, это очень интересно. Они зачем? Они официально заявляют, что это делается в целях борьбы с контрафактом. Ну, с леваком по-русски. Ну, напомним, что весной следующего года, да, планируется внедрить. Апрель. Апрель, да. Ну, в середине весны следующего года. Апрель начнется потрясающий по своей уровню продуманности эксперимент. Он, естественно, сделан ввиду того, что Вадим Вадимирович Путин, президент Российской Федерации, на каком-то совещании правительства, когда ему сказали, что давайте мы тот же вариант с маркировкой попробуем, может быть, в пивной отрасли. Он сказал, ну, попробуйте. Это слово попробуйте было воспринято как поручение президента. Поручение президента нашей стране не обсуждается. То есть под козырек взяли все ведомства и министерства, которые должны в этом участвовать. И в следующем году, скорее всего, они выберут 3-4 чаховых пивоварни, которые автоматически согласятся с любыми требованиями. Проведут на них успешный, безусловно, эксперимент по внедрению маркировки. Затем это будет также успешно распространено на все заводы Российской Федерации. В результате чего потребитель получает удорожание продукции прогнозируемое. А производители получают налоговые поборы увеличения. Плюс получают необходимые с закупки, установки и постоянного поддерживания оборудования, которое будет куплено на Западе. Естественно, через посредников продано нашим производителям. И все эти деньги, собранные с налогов и с оборудования, уйдут в чей-то очень широкий клуб. Я не думаю, что тут нам надо скрывать фамилии. Помнишь, ты мне в прошлый раз говорил, а поинтересуйся, кто будет оператором этого всего? Да, я поинтересовался, я почитал. Фамилия этого человека часто звучит в эфире нашей радиостанции. Черезучает. Фамилия это Усманов. Ой, неужели Альшер? Я не боюсь произнести это слово. Какое удивление. Слово, ой. А подожди, а вот это Платон, это Ротенберге, по-моему? Это Ротенберге, да, им приписывают. Вот, то есть это у них, а у него, значит, будет маркировка. Ну, хорошо, но каждый же должен что-то получить. Но не зря он там много лет верой и правой. Ну, давай про маркировку, да, мы продолжим уже после небольшой рекламы и про вещи с нею связанные. Да, полторы минуты, и мы продолжим. Владимир Маматов, пресс-секретарь компании «Ветич». Беседа в прямом эфире. Группный план. Продолжается наша беседа с Владимиром Маматовым, пресс-секретарем компании «Ветич». Владимир, ты на связи? Да, слушаю тебя. Слушай, вот буквально сейчас в перерыве я вспомнил сегодняшнее сообщение. Ну, раз уж продолжать, если разговор про маркировку, сообщение управления МВД по Кировской области о том, что где-то на территории областного центра в одном из гаражей нашли крупную партию немаркированной табачной продукции. Там 40 тысяч пачек, по-моему. Это, в принципе, ждет и тот продукт, о котором мы с тобой говорим, смогут находить, изымать из продажи, арестовывать и так далее. То есть это будет очень строго за этим следиться. — Чрезвычайно. Вообще строгость российских законов, она потрясающая. Вот их исполнение, да? То есть на бумаге у нас, конечно, все законодательные акты существуют просто прекрасно. У нас крайне зарегулирована, четкая, практически европейская страна. Вот если ты вспомнишь, то Сталинская конституция 1936 года, она была практически самой либеральной вообще в мире. То есть потрясающая конституция. — Ну, часто об этом вспоминаю, да. — Ну, то, что она не выполнялась, это другой вопрос, совершенно другой вопрос. То же самое со всеми нашими мерами, так называемыми, в очень больших кавычках, по маркировке, отслеживанию контрафакта. Вот вопрос контрафакта, между тем, да, он очень забавный, потому что дело в том, что когда правительство... — Давай поясним, что такое контрафакт еще на данном рынке, еще раз. — Левак, левак. — Левак, откровенный левак. — То есть левак, но... — Непонятно, где, кем сделаны и попавшие... — Не, 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 все проще. То есть зачем неизвестно где? Ты берешь водочный какой-нибудь завод в какой-нибудь, дай бог им всем здоровья, на Кавказе, да, обычно из Осетии нам идет это все. Кстати, я не знаю, почему там сконцентрировано в Осетии, но чаще всего осетинские производители. Ну, ладно. То есть ты на этом заводе, ты делаешь 10 единиц официально, ты прогоняешь их через ЕГАИС, это вот система оборота этого спирта. — Единая государственно автоматизированная система, да. — Да, да, но остальные 90%, то есть остальные 90 единиц продукции, ты делаешь леваком просто, то есть никаких ты акцизов с них не платишь, ты просто разливаешь, а потом по левым документам начинаешь спокойно продавать. Все, понимаешь? Вот, и это составляет очень большие деньги. Ну, можешь себе представить, да, то есть ты с каждого литра получаешь там 20-30 рублей. — Ну, продавать, соответственно, начинаешь тоже не через официальные торговые сети, потому что они-то все как раз заведены в систему ЕГАИС. — Дело в том, что на российском рынке... — Раскроешь все тайны. — Нет, все очень просто. На российском рынке крепкого алкоголя, ну, в первую очередь, водки, да, прошу прощения, около 50% — это контрафакт. — Около 50? — Да. — Это неофициальные данные или официальные какие-то цифры, потому что, мне кажется, найти официальную информацию по этому поводу очень сложно. — Можно. Значит, по официальным данным 35-40, это был позав прошлый год, по-моему, по неофициальным 50. То есть я больше склоняюсь к неофициальным, потому что это крайне прибыльно. Ну, представь себе, ты выпускаешь, там, не знаю, 5, 10, 15 миллионов, допустим, литров. С каждого литра ты платишь, там, то есть в карман себе кладешь буквально 20-30 рублей, ну, можешь себе представить сумму, которую ты можешь успешно поделиться со всеми заинтересованными лицами. То есть прекрасный источник коррупции, прекрасный источник теневых денег. Ну, и когда у полковника Захарченко находят 8 миллиардов, да, ну, очень странно, что при наличии таких схем в государстве полковников так мало с 8 миллиардами. Мне кажется, их должно быть гораздо больше. Но, вернувшись к пиву, тут очень интересно то, что в пиве безалкогольном, безусловно, контрафакт – это в основном разливное. То есть бутылочное очень трудно его подделать, ну, и, на самом деле, ну, хлопотно, понимаешь? То есть и те же торговые сети, они за этим блюдют, да. А вот с разливайками просто-просто прекрасно. Я знаю, допустим, в нашей стране пару заводов. Я знаю, кто их владелец, и знаю, где они расположены. И даже много чего знаю про них. Так вот, там ребята живут припеваючи. Почему? Потому что они гонят контрафакт со страшной силой. Об этом знают... Сколько процентов в общей доле? Около 60. Больше половины, больше половины вообще. Да. Значит, об этом знают все. То есть знают губернаторы, знают правоохранители, органы. Ну, и знаешь, как ты начал с воспоминания о Крамаре, о его миниатюре сатирической, да? Есть такая сатирическая миниатюра Хазанова, где он в образе генерала МВД рассказывает. Знаем кто, знаем где. Да, да, да. Но не можем ничего предъявить. Ну, ладно. И здесь абсолютно то же самое. То есть весь регион прекрасно знает, что происходит так и так. Но глаза закрыты, рука руку моет и так далее, и так далее. Но контрафакт еще раз. Вот если к величайшему, к счастью, на самом деле, тут, к сожалению, слово неуместно, к счастью, навятичи, с его потрясающей отчетностью, потрясающей совершенно скурпулезностью, с ответственностью даже в копеечных тратах, потому что любая, вот даже когда я беру навятичи деньги на командировку, бухгалтерия просит меня отдельной бумагой расписать, где я был, что ел, приложить все чеки, потому что может прийти налоговая. Ну, это нормальная добросовестная работа бухгалтерского отдела. То есть не просто добросовестная, там какие-то церберы, я не знаю, вообще ужас. Я нигде такого не видел. Но суть не в этом. Так вот, навятичи не то, что нету контрафакта, его там просто не может быть по определению. И периодически, не с завистью даже, а с каким-то вот чувством того, что что-то, наверное, делаем все-таки неправильно, будучи законопослушными такими и ответственными. Потому что вот эти ребята живут просто припеваючи. У них великолепная ситуация. Они уже лет пять или десять гонят этот контрафакт, благодаря чему успешно конкурируют с транснационалами. Потому что прибыль, которую они получают с этого, понимаешь, она перекрывает. Вот чудесная картина, просто чудесная. Нет, со стороны этой ситуации очень-очень забавная и очень грустная, безусловно. С одной стороны, транснационалы давят и душат, и убивают отрасль. Наши нашли тоже не совсем законный ответ, гнать этот левак и таким образом... Володь, это не совсем законно. Если транснационалы дерзатся как раз в рамках вот этой нормальной американской стратегии продвижения товара. То есть это просто нормальный вариант торговли с любой колонией, с любыми пополасами в третьем мире, с любыми абсолютно. То есть приходит белый Сагиб, белый господин, и он продает тебе бусы дешевле всех остальных. Ты покупаешь эти бусы за свои кровные денежки. И потихонечку, кроме этого продавца бус, у тебя других продавцов на рынке нет. Это все абсолютно закономерно, понятно. Но это, извини меня, никто ничего не скрывает. И все делается открытыми картами. А здесь же у тебя... Ну что ж, наш ответ Чемберлену. Давайте гнать контрафакт. Как можно так. Автоматически находясь постоянно под угрозой реальной уголовной статьи, реального преследования, и трясясь за свой бизнес. А вывод какой будет? Правильно. Ты в этой ситуации будешь всеми силами попытаешься как угодно совершенно в итоге конвертировать это в деньги и исчезнуть из этой страны вообще. Зачем тебе это? То есть это то, к чему подталкивает бизнес. Мы сейчас уйдем опять в политическую тему. Она не нужна здесь. Да, слушай, а с точки зрения потребителя, простого человека, который любит этот напиток, получается, что приобретая это разливное непонятного происхождения, ну, вернее, понятного, но неучтенного, он поддерживает тем самым эту теневую отрасль? Конечно. Конечно. Идя, покупая в розлив, а не в таре в магазине. Нет, смотри, то, что он поддерживает, это одна сторона медали, потому что как бы правосознание русского человека это отдельная песня, не один час на самом деле. Давай не будем об этом. Ну, хорошо. А вот то, что человек, по идее, должен чуть-чуть задуматься, когда он видит разливное безалкогольное пиво по 59 рублей литр, да? Сколько литр? 59 рублей литр. Открываются сейчас магазины, в которых оно продается по 59 рублей литр. И наши люди его берут. Нет, здравые нормальные совсем люди говорят, что я больше это, вот это вот так называемое, вот это брать не буду, потому что они по вкусу не очень. Но для тех, кто ведется на цену, давайте поясним. Значит, 40% в этой цене это что? Правильно. Наценка. Совершенно верно. Значит, мы убрали из 59 рублей, мы сейчас, вот я открою калькулятор. Да ну давай, на скидку 35 где-то остается, если 40% убираем, остается где-то примерно 35. 35 рублей. Ну, совершенно правильно, 35. Теперь из этого давай вычтем 26 рублей акциза. О господи, 11 остается. Да. Ой, фу, 9 остается, 9. Да, 9 рублей это стоимость литра, да? Непосредственно напитка безалкогольная. А, конечно, конечно. 9 рублей стоимость вместе с тарой, а, ну тут разливной, а, ну тары не будет, хорошо, хорошо. Кеги будут боксить. Вот, но кеги, доставка, причем доставка не из нашего города называется. Вот. И все это за 9 рублей. Вопрос, во-первых, сколько же составляет себестоимость того, что они пьют? Ребят, а если оно по 9 рублей продается, то из чего же, каким же, если вода питьевая стоит, там литр, по-моему, 80, да? А литр вот этого стоит 59. Хлопцы, каким чудом, каким способом, продавая за 9 рублей, человек что-то вообще делает в пиловаре? Это бред, такой силы кобыла. То есть вариантов тут два, да? Так, у нас минута остается, да, потому что четко надо нам проговорить. Первое, на это нет акциза. Второе, это неизвестно, еще сделано. А чаще всего это и то, и другое. Так вот, вопрос следующий. Может быть, не надо вводить маркировку. Может быть, правоохранительные органы должны просто заинтересоваться ценообразованием этих разливаек. То есть просто взять документы, проверить их, посмотреть, откуда это поставлено, на каких условиях. Как? Ребята, как у вас получается, эта цена? Откройте эту тайну людям. Вот я, например, я хочу знать, меня всегда мистические, волнующие истории привлекали. Вот это же здорово, замечательно совершенно. Давайте узнаем вместе. Выведем на свет, так сказать, Божий, всю правду о продукте, который потребляют тысячи и тысячи и тысячи наших людей. Прекрасная, благая задача. Ну, здесь мы возвращаемся к тому же вопросу, как контроль за несанкционированной продажей крепкого алкоголя в ночные часы. Но, к сожалению, у нас нет времени уже сейчас об этом поговорить. Останем на следующий раз. Сегодня мы подыскали и без того уже работы правоохранительным органам, да? Да, да. Порекомендовали им, чем поинтересоваться. Владимир Маматов, пресс-секретарь компании «Вяч». Надеемся, что в следующий раз, на следующей неделе мы уже очно встретимся. Ну, в общем-то, жизнь, она, конечно, вносит свои коррективы, но будем надеяться на это, да. Неизвестно, к сожалению, да. Посмотрим. Но в любом случае мы во вторник увидим друг друга, хотя бы через камеру. Да, всего доброго, всего доброго, до свидания. Все, все, счастливо.